МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такого внимания строителей старенький дом на Баграда-102 не видел, пожалуй, с момента строительства. А возраст здания более 50 лет. Сегодня под переделку попадает буквально все. Стены, крыша, водопровод, канализация и подъезды. Состояние электропроводки удивляет даже бывалых мастеров. Проводка, изоляция, не закоро сцепится. Поэтому подъезды не идут, не защиты, не автоматов, ничего не идут. Задача строителей не только обновить здание. После реконструкции жильцы дома должны получить и ощутимую экономию по кварплате. Потери тепла через наружные стены уже снижаются. Это одно. Дальше, значит, холодная, горячая вода с современными трубами, полипропилена или стекловолокно, в зависимости от параметров. И светильники будут устанавливаться с энергосберегающей светильники. Таким образом, только энергопотери должны сократиться на 30%. Большинство жильцов дома – пенсионеры, которые не один год ощущают в квартирах прелести черногорской зимы. Мерзнем, вот что только плохо. Замерзаем. Температура в квартире 13-14. Дом на Баграду-102 не единственный подобный в Черногорске. В ближайшие дни строителей ждут еще 7 многоэтажек. Общая цена капитального ремонта – более 25 миллионов рублей. Капремонт домов Черногорска – часть федеральной программы по улучшению жилого фонда. В данном случае 15% от общей суммы оплачивают сами жильцы. Всего же по городу порядка 40% домов нуждается в обновлении. Проблема стоит очень остро, потому что ранее деньги на капитальный ремонт не выделялись. Продолжение этой программы, скорее всего, с 2014 года у нас по республике Хакасии будет работать региональная программа капитального ремонта, которая будет охватывать весь жилой фонд, требующий капитального ремонта. Так или иначе, ощутить на себе и рассказать другим о прелестях обновления смогут жильцы той же двухэтажки на Баграда-102. Строители обещают закончить все работы к декабрю. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Полицейские Хакасии пятый день разыскивают 23-летнюю жительницу Саиногорска. 6 сентября днем она пошла платить за детский сад и до сих пор не вернулась. Сегодня Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело по статье убийства. Пропавшая Марина Иллистратова. У нее двое маленьких детей. 6 сентября она гуляла с семьей. После чего супругу дети пошли домой, а Марина в детский сад. Однако там так и не появилось. Заявление в полицию от родственников поступило на следующий день. Они сразу начали поиски. Девушка не злоупотребляет алкоголем, раньше никогда не уходила из дома. В последний раз, когда пропавшую видели, на ней была серая толстовка с капюшоном, голубая футболка, серые шорты и серые балетки. Особая примета – шрам под правым глазом. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба позвонить в полицию. Аэропорт Абакана увеличивает количество рейсов. Скоро вылететь из Хакасии можно будет в любой день недели. Реконструкция, из-за которой и было ограничено количество летных дней, сейчас подходит к концу. Тему продолжит Анна Ахпашева. Этот самолет приземлился буквально пару минут назад. Рейс Москва-Абакан – направление крайне востребованное. Сегодня, с учетом временного окна в среду, самолеты в этом направлении летают шесть раз в неделю. Но уже совсем скоро, с 9 октября, летать в столицу можно будет хоть каждый день. Такая возможность у жителей Хакасии должна была появиться не ранее конца октября. Но подрядчики опередили график ремонта взлетно-посадочной полосы. Сегодня доделать остается еще около 500 метров, но и в этих условиях аэропорт уже может выйти на новый уровень. Вынужденный суточный простой приносил ощутимые убытки. Работая в режиме окна, недополучали доходы, потому что по среду вообще полетов не было. Мы теряли практически по 3-4 рейса в день и доходов не получили порядка 30 миллионов. Москва – основное традиционное направление, но сегодня задача вспомнить хорошо забытое старое. Еще 20 лет назад в Красноярск самолеты летали каждый час, каждый день. На такие объемы сегодня, конечно, не рассчитывают, но то, что по Сибири удобнее и быстрее по воздуху – это факт. И первые рейсы в Новосибирск это подтверждают. Этот рейс оправдался с первых дней, показал, что очень востребован. У нас заполняется было буквально даже в первую неделю где-то 90%. А на сегодня полная загрузка самолета и практически на неделю, на полторы недели вперед нет билетов. Учитывая это, принято решение вести дополнительный четвертый рейс на Новосибирск. И здесь уже работает обоюдный интерес аэропорта, перевозчиков и пассажиров. Вспомните, этот аэропорт 5-6 лет назад. Совсем другие условия были для пассажиров. Сейчас приятно, поэтому намеренно выбираю именно Абакан. Все созданы условия для того, чтобы летать именно отсюда. Ну, все равно те же деньги тратятся, поэтому из Абакана проще. Были варианты, когда мы летали через Красноярск. Сейчас летим через Абакан, потому что черный, как бы из дома удобнее. Как ни крути. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакассия. В Абакане грузовик сбил первоклассницу. Авария случилась накануне днем. Водитель небольшого японского грузовика повернул с улицы Некрасовой в сторону Володарского. В этот момент на дорогу выскочил ребенок. Избежать столкновения водителю не удалось. Он сам вызвал врачей. Скорость была небольшой, поэтому 7-летняя школьница отделалась испугом и ушибом ноги. Девочку доставили в больницу. А уже сегодня утром произошло еще одно ДТП. На этот раз с участием трехлетнего ребенка. Мама вела малыша в детский сад. На перекрестке улиц Кирова и Щетинкина он вырвался, убежал на проезжую часть, где и попал под колеса автомобиля. Мальчик отделался ушибами. В столице республики всерьез возьмутся за уничтожение дикорастущей конопли. В планах очистить от вредоносного растения около 4 гектаров площади. Скоро начнутся прополка на перекрестке улиц Кирова и Некрасова. Затем от конопли очистят улицы Ерыгина, Шевченко, Ломоносова и Литвинова. Все вырванные растения сожгут, чтобы избежать распространения семян. Прививочная кампания стартовала в Хакассе. В этом году по федеральной программе на месяц раньше, чем обычно, получены 144 800 доз противогриппозных вакцин Гриппол для взрослых и специальная Гриппол Плюс для детей. Насколько они эффективны? Почему поставить прививку сегодня просто необходимо в материале Юлии Константиновой? В этих холодильниках бережно, строго при определенной температуре, хранится здоровье, а возможно и жизнь населения столицы Хакасси. Ведь грипп, вакцину против которого получила Абаканская городская поликлиника, заболевание страшное, а порой опасное смертельно. В 2009 году были летальные исходы. То есть может развиться заболевание, которое просто непредсказуемо может привести к летальному исходу. Такие, как менингиты, вызванные вирусом, такие, как тяжелые вирусные пневмонии, которые заканчиваются отеком легких и сердечной недостаточностью. Ну и многие другие серьезные очень заболевания, с которыми очень трудно бороться и которые тяжело переносятся больными. Одно из самых результативных средств борьбы с постоянно модифицирующимся вирусом – вакцинация, в том числе отечественными препаратами. Гриппол для взрослых и Гриппол плюс для детей содержат вакцину против самых распространенных его штаммов – групп А и Б, которые в этом году с начала января почти до марта, образно говоря, свирепствовали в Хакаси. Если прививочная кампания активно начнется сейчас, этой зимой эпидемии можно избежать. Мы планируем охватить прививками практически 27% от численности граждан республики. Вакцина инактивированная, то есть не содержит вирусных частиц живых. То есть мы понимаем, что она в принципе не может вызвать никаких осложнений. Помимо этого вакцина Гриппол плюс не содержит консерванта, что очень важно для деток. Поэтому эта вакцина в удобном фасовке шприц-доза будет направлена именно для иммунизации детей. К тому же в состав вакцины включен иммуномодулятор, способный защитить в том числе и от других вирусных заболеваний. Так что приходите в любую поликлинику республики с паспортом и медицинским полисом. Прививка ставится бесплатно. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести Хакасия. С 1 октября этого года вступают в силу изменения в законах о регистрации прав на недвижимость и кадастре недвижимости. О том, какие именно произойдут изменения, расскажет руководитель управления Росреестра по республике Хакасия Ольга Анисимова. А из новостей у меня к этому часу все. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова